В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. С заботой о детях. 20 ноября день педиатра. Для здоровья и красоты. Как правильно питаться в холодное время года. Подари частичку доброты. Саровский политехнический техникум проводит благотворительную акцию. Далее расскажем обо всем подробно. Возвращение режима самоизоляции в Нижегородской области будет зависеть от эпидобстановки в регионе. Как подчеркнул глава региона, отвечая на вопросы подписчиков в Инстаграм, в ряде регионов уже введены жесткие ограничения. Например, в Бурятии закрыты торговые центры, заведения общепита, фитнес-клубы и так далее. У нас не все могут работать дистанционно, отметил Глеб Никитин. Решение будет зависеть от эпидобстановки. Пока мы стараемся делать все, чтобы не вводить полную самоизоляцию, как это уже было весной. Также неизвестно, когда отменить дистанционную работу для групп риска. Глеб Никитин отметил, что специалисты мониторят эпидобстановку в регионе круглосуточно. Медики работают на износ. В медучреждениях Нижегородской области для лечения больных с пневмонией и ОРВИ развернуты более 7200 коек. Из них более 3000 обеспечены кислородом. Еще 845 аппаратами искусственной вентиляции легких. Каждый день в регионе фиксируют более 400 новых случаев заражения. Ситуация с коронавирусом напряженная по всей стране. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, взрывного роста заболеваемости в регионах нет. Однако ухудшение ситуации очевидно. Новый рекорд по заражениям в России был побит 20 ноября, когда выявили 24 318 новых случаев. 20 ноября отмечают Международный день педиатра. Этот доктор заботится о здоровье своих маленьких пациентов с первых минут жизни. Чтобы стать хорошим специалистом, недостаточно получить соответствующее образование. Не менее важно уметь найти подход своим пациентам. Сейчас педиатр предстоит на передовой борьбы с коронавирусом. В городе болеет больше сотни ребят. Многих наблюдает как контактных. О тех, кто лечит и заботится о наших детях, расскажем далее. Мария Колесникова работает в детской поликлинике 2 месяца. В девятом классе девушка увлеклась биологией и решила связать свою жизнь с медициной. Сама она родом из Адыгеи. Высшее образование получила в Саратове. Ее участок находится в старом районе. Родители и дети там с нетерпением ждали появления специалиста. Сейчас для молодого врача напряженная пора. Вызовов много. Обстановка нервная и напряженная. И в первую очередь доктору приходится успокаивать взволнованных мам и пап. Но со сложностями Мария справляется. Помогают более опытные коллеги. И к маленьким пациентам врач тоже быстро нашла подход. Коллектив очень хороший. Мне все нравится. Поэтому я привыкаю. Родители, пациенты отлично. Мне все очень нравится. Люблю детей. Сама из семьи. У меня в семье очень много детей было. Конечно, все неродные. Но всегда меня угрожало большое количество детей. Вместе с Марией в здании на Октябрьском проспекте работает еще пять педиатров. Больными нового района занимаются в поликлинике на Курчатова. Там восемь педиатрических участков. На каждого специалиста приходится более тысячи детей. Нагрузка большая. Тем более, что двух докторов забрали в ковидные бригады. Лечить больных коронавирусом и наблюдать контактных. Вместо Ольги Зиминой будут теперь два врача. Одна из которых тоже совсем недавно пополнила штат КБ-50. С утра приходим к восьме утра, обсуждаем с Мариной Александровной список больных пациентов, кого нужно сегодня посетить. Потом переодеваемся в специальный костюм, который нам выдают ежедневно. И уже едем к этим пациентам. При первом визите к заболевшему ребенку Наталья встречает напуганных и растерянных родителей. И здесь уже врачу приходится выступать в роли психолога и успокаивать взволнованных мам и пап. И мы успокаиваем, что дети в основном болеют бессимптомно. Либо у них совсем легкая клиника. Тяжелых у нас мало. Нет практически. Возраст начинает от грудничков, буквально от новорожденной, и до 18 лет. Вот как мы обслуживаем пациентов. В день Наталья обходит в среднем 15 пациентов, как больных, так и контактных, если у них появляются жалобы на самочувствие. Также врач консультирует родителей по телефону. Особое внимание требуют дети из группы риска, больные диабетом, онкологией, те, кто имеет проблемы с сердцем. Как мы уже знаем, что какого-то специфического на данный момент лечения не существует. Там говорят, вроде прививки сейчас начинает, вакцинация. А так все симптоматическое. Если не начинает ребенок температурить, то мы уже сбиваем температуру, назначаем, если необходим, какие-то противовирусные. Ну, в целом нет. В целом нет. Никакой специфической терапии такой прям нет. Больным детям нужно соблюдать режим дня. В меню добавить свежие овощи и фрукты. Комнату необходимо чаще проветривать и проводить уборку с применением дезинфицирующих средств. Для профилактики коронавируса лучше ограничить контакты, отложить на время посещения кружков и секций. Более 2 миллиардов рублей дополнительно получит Нижегородская область из федерального бюджета. Почти четверть этих средств направят на стимулирующие выплаты медработникам. Около 140 миллионов рублей пойдут на обеспечение амбулаторных пациентов лекарствами против коронавируса. Также регион получит 493 миллиона рублей на адресную поддержку по соцконтрактам малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим людям. На выплаты безработным гражданам пойдет почти 450 миллионов рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Нижегородская область Благодворительная акция «Рождественский подарок другу» стартовала в 17-й школе. В рамках проекта школьники собирают подарки к новогодним праздникам для воспитанников Вознесенского детского дома, реабилитационного центра «Надежда» и 9-го интерната. Принять участие в акции может любой желающий. Игрушки, констовары, книги и сладкие наборы можно принести до 18 декабря в школу номер 17. Определился предварительный состав участников чемпионата и первенства Нижегородской области по хоккею среди мужских команд. Сезон 2020-2021 годов. Заявки для участия в высшей лиге направили 11 нижегородских клубов. Наш город будет представлять любительской команды «Саров». Напомним, два года подряд «Саровские спортсмены» завоевывали бронзовые медали на региональном чемпионате. Где зимой взять энергию, когда световой день стремительно сокращается, а иммунитет ослаблен? Вернуть силы прогулки на свежем воздухе, положительные эмоции, занятия спортом и сбалансированная еда? Как правильно питаться в холода? Какие продукты включить в рацион, чтобы быть здоровым? Расскажем далее. Осень подходит к концу, температура опускается ниже, а световой день становится короче. Заболеть в эту пору просто, так как наш иммунитет ослабевает. Как укрепить его, не прибегая к медикаментозным препаратам? Конечно, в первую очередь надо понимать, что иммунитет – это такая сборная солянка из многих факторов. То есть, если человек будет, не знаю, пить, курить, если он не двигается, если он сидит целыми днями на работе, например, если он переедает, у него есть лишний вес, то выпитая утром водичка с имбирем, она как бы ему не поможет. Ключевые составляющие крепкого здоровья – физическая активность, отказ от вредных привычек и сбалансированное питание. 30-40% нашего рациона должна составлять клетчатка, пояснил диетолог. Это могут быть как свежие, так и замороженные фрукты и овощи. Второй важный элемент зимнего меню – крупы. Крупа – это, по сути, сложный углевод, который долго надо расцеплять, да, и который даст долгую нам энергию, поэтому ему все равно. Кенуа – это будет или обычный рис, или это обычная наша гречечка любимая. То есть кушайте что-то, что вам нравится по вкусу. Крупы однозначно полезные, и количество углеводов сложных должно составлять 40-50% в рационе. Правильно составленный рацион укрепит иммунитет, но не гарантирует полную защиту от гриппа и простуды. И если вы все-таки заболели, ежедневное меню придется скорректировать. Общих рекомендаций в таком случае нет, нужно просто прислушаться к своему организму. В первую очередь нужно здесь прислушаться к себе, потому что организм – уникальная вещь. Он сам подсказывает, что нужно. Обычно люди в этот период отказываются много есть, и это правильно, потому что организму нужно справиться с вирусом, который попал. И больше налегать на жидкости. То есть это все, что вы можете сделать. Организм взрослого человека сам определяет, сколько воды в сутки ему нужно. А вот дети и пожилые люди склонны к обезвоживанию, поэтому им рекомендуется строго соблюдать питьевой режим. 21 ноября в России – День работника налоговых органов. Этот праздник отмечают инспекторы, сотрудники отдела обслуживания плательщиков, чиновники управления при Министерстве финансов, преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений. О людях, работающих в налоговой инспекции нашего города, смотрите далее. 27 лет жизни Людмила Дерендяева посвятила работе в налоговой службе. В юности женщина хотела стать следователем, деятельность которого во многом схожа с инспектором камеральных проверок. Поэтому об окончательном выборе профессии женщина не пожалела. В, казалось бы, рутинной работе инспектор совмещает психологический и творческий подходы. Надо найти какое-то соприкосновение, чтобы мы могли провести проверку, стрельбовать документы, найти ошибки, доказать их не только плательщику, но и потом в последующем, и в вышестоящий орган, и в суд принести. То есть работа такая очень творческая. Во-первых, надо найти, сопоставить, объяснить, показать, а потом уже и доказать. Главная задача сотрудника налоговой службы – собрать деньги, которые впоследствии смогут получить граждане в виде субсидий, выплат, материальной поддержки из госбюджета. Все живут на налоги, которые оплачивают не только предприятия населения. То есть, чтобы потратить, надо что-то собрать. А наш отдел, который непосредственно занимается, к тому, что они сами платят, еще мы пытаемся исключить всякие схемы, доказать, что есть еще суммы, которые вы не уплатили. То есть повысить собираемость этих налогов. В Саровском штате числятся 102 сотрудника, которые контролируют и помогают налогоплательщикам Сарова, Первомайска, Ордатовского, Дивеевского и Вознесенского районов. Во время пандемии, когда посещения инспекции ограничены, получить нужную информацию и провести операции можно в интернете. Создано более 50 интернет-сервисов. Самыми популярными являются риски проверить себя и контрагента, и личный кабинет налогоплательщика. На администрированной территории к личному кабинету физических лиц подключено 27 тысяч пользователей. В этом году налоговая служба Нижегородской области отмечает 30-летие. В честь юбилея лучшим специалистам вручили благодарности и памятные медали. Хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам родного коллектива за их профессионализм, за ответственное отношение к выполнению поставленных задач. Хочу пожелать, чтобы сотрудники, коллеги получали радость от работы, росли в профессиональном плане. Ну и, конечно, в такую обстановку желаю всем сотрудникам здоровья, всем близким здоровья, благополучия, стабильности, оптимизма. Специалисты напоминают, что до 1 декабря гражданам нужно оплатить налоги на имущество земельный и транспортный. Сделать это можно через банковские терминалы, на почте или в личном кабинете налогоплательщика. Подари частичку доброты. Так называется благотворительная акция, которую каждый год проводят студенты и преподаватели Саровского политехнического техникума. Они собирают новогодние сладкие подарки для воспитанников Дивейского интерната и Темниковского детского дома. Акция пройдет и в этом году, но в ином формате. Подробности далее. Макароны, каша, гречневая и перловая крупа. Студенты Саровского политехнического техникума имени Музрукова уже собрали несколько коробок новогодних подарков. Благотворительную акцию в преддверии праздников Музейное объединение Саровского политеха проводит не первый год и по традиции приглашает присоединиться всех неравнодушных горожан. Нам необходимы для комплектования пакетов в первую очередь сладости. Это шоколадки, конфеты, пряники, пастила, печенье, чай. Ну и если говорить о помощи Совета ветеранов, то здесь уже предмет первой необходимости – это крупы, консервы, хостовары. Это можно принести к нам в учебное учреждение, значит, предварительно созвонившись либо с администрацией, либо с приемной, либо со мной. Сбор продлится до 10 декабря. Пара дней уйдет на комплектование, а затем подарки отправят в Темниковский детский дом и дом-интернат престарелых в Осиновке. К сожалению, настоящего праздника в этом году устроить не получится. Пандемия внесла свои коррективы, и концертную программу, которую готовили студенты, пришлось отменить. Но ребята из СПТ уверены – любая помощь никогда не бывает лишней. Старшему поколению нужно помогать, потому что не все даже близкие, родные, из-за каких-то болезней старших людей не могут помочь вот этой гуманитарной помощи. И мы для этого собираем, чтобы им помочь. Я считаю, что все-таки это больше как доброе дело. Добрые дела нужно делать. Я сам недавно попал в очень тяжелую ситуацию, и понимаю, как этим людям нужна наша помощь. Благотворительность – это хоть и важное, но далеко не единственное направление работы Музейного объединения Саровского политеха. Под руководством преподавателя Михаила Савина ребята создали в стенах СПТ целую выставку. Там представлены в том числе личные вещи героев-интернационалистов из нашего города, которые героически погибли на полях сражений. Четверо из них были выпускниками политеха, а еще в музее и стенды с экспонатами времен Великой Отечественной войны. В том году студенты ездили в Новгородскую область, вот Демьянский район, 8 человек, участвовали в раскопках вахты памяти. Но это не только раскопки, мы помогаем людям найти информацию о родственниках, участниках Великой Отечественной войны. В ближайших планах Музейного объединения в торжественной обстановке вручить саровчанам-узникам фашистских концлагерей памятные медали к 75-летию Великой Победы и представить книгу с рассказом о каждом из этих героев. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова